Первым удивительным фактом для многих стал относительно теплый январь и бесснежная зима. В этом году недостаток влаги сказался на уровне воды в реках, озерах и на плодородии почвы. В первую очередь пострадала кукуруза и корнеплоды. За летний период верхний слой почвы оказался иссушен почти полностью. Только в сентябре дожди пополнили почвенные запасы влаги. Наблюдающиеся в августе повышенный температурный режим и дефицит осадков продолжали формировать условия для почвенной и атмосферной засухи. В июне-августе отмечались почвенные и воздушные засухи различной интенсивности. В целом за сезон отмечено 15-23 дня с максимальной температурой воздуха, плюс 30 и выше, что на 12-17 дней больше среднего годового числа с такой температурой. Как отмечают в Пинском межрайонном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, таких сухих июля и августа не было за весь послевоенный период наблюдений. За все лето выпало 66 мм осадков при норме в 228. В августе засуха сочеталась с высокой температурой воздуха и относительно низкой влажностью воздуха от 20 до 30%. Максимальная температура воздуха в августе составила 36 градусов. Повышенный температурный режим сохранился и в первый день сентября. Что также стало для многих необычным. Не каждый сейчас может вспомнить, в каком еще году было так тепло в первый день осени. Что касается ноября, то здесь специалисты отмечают, что за первую декаду среднесуточная температура превысила минимальное значение почти на 9 градусов. Во вторую декаду, по прогнозам, средняя температура ожидается выше нормы на 4 градуса. Природа на такую погоду начала реагировать по-своему. Известная в народе верба повторно в этом году распустила свои так называемые котики. Об этом стало известно сайту Варяг.нет. Читательница прислала фотографии с этим необычным фактом.